сюда короче сегодня приготовим величайшее ризотто с трюфелями смотрите это видео сегодня в лесельпо нашел это величайшая заготовка ризотто с трюфелями тут есть инструкции и можно очень легко приготовить что-то очень достойного есть если вы хотите приготовить не величайшее а величайшее как шеф то есть я я вам сейчас научу несколько маленькие моменты которые из этого сделают такой самый вкусный вообще на свете ризотто с трюфелями вы готова 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 прекрасно возьмем немножко лука мелко порежем чтобы усилить вообще улучшить величайшая заготовку нужно не вода добавлять а хороший овощной бульон я уже сварил он уже лежит вот здесь горяченький бульон на ризотто должен быть всегда всегда горячим ставим сковородку на огонь вот еще гунчелло вот так бульон разогреваем масло сливочное чуть-чуть без фанатизма масло оливковое немножко тимян шелло чуть-чуть пусть обжариваться вместе с маслом а потом можно убрать масло растопился уже тимян начинается потихонечку обжариваться чтобы эта смесь масло давала еще дополнительный вкус аромат передавал теперь можно выбросим готовы добавлять лук это процесс должен быть нежнейшим нет не должна быть золотистого цвета нужно быть черного света особенно черного не хотелось вот она должна быть прямо такой легкой чуть-чуть прямо почти прозрачно если вдруг она слишком быстро идет тут добавьте чуть-чуть вина чуть-чуть ваще все говорят что типа обжаривайте лук до золотистого света нет 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 это золотистого цвета я не знаю кто придумал вообще золотистого цвета не должно быть вот че суфрит готов и можно уже добавлять в шуфричаще труфель на заготовлялла пинчелло надо делать так чтобы лишняя жидкость ушла он не жидкий он уже кремный видно что нет лишняя жидкость тогда значит что мы готовы добавлять следующий ингредиент мощнейший буллинчелло вообще чтобы найти свиньи вообще что такой труфли ни разу не пробовали труфель вы не знаете что такое труфель ничего страшного ничего страшного расскажу труфель это типа картошка который очень пахнет и за то что очень пахнет и очень дорого но зато очень вкусно это примерно так это есть труфель есть белое и черное черное использовали для приготовления все белое используется в сером виде, тонко нарезанным свиньям, ну, величайший, но дорого. Чтобы найти труфели, есть специально обученные свиньки, свинюшки, которые ищут, ищут, ищут эти труфели. Просто, когда их находят, они их пытаются съесть, поэтому надо потом бить их, чтобы они съели. Либо специально обученные собаки. Если у вас нет ни собака, ни свиньки, тогда что делать? Например, зайдите в Лесильпо в новый труфельный корн, а там есть куча всего из труфель. Немножко пармезиано. О, и перемешиваем. Надо, чтобы кремообразное, мочнее, что кремообразное было. О, он стал кремообразным. Тихонечку кладем в нашу домашнюю тарелку. Одну порцию вам, вторая порция мне потом. Немножко черный перец. И чуть-чуть масла. Все. Дамы и господа, величайший ризотто с труфелями в улучшенной форме готов. В общем, приятного аппетита. Как видите, не надо путешествовать по Северной Италии. Достаточно путешествовать по скафчикам Лесильпо. Труфельный корнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова